Неосторожность или преступная халатность? Трагедия Назалютина. В ванной утонул полугодовалый малыш. Несчастный случай произошёл в субботу вечером. Мать со старшим ребёнком, пятилетней девочкой, отправилась в магазин за покупками. Не было её дома, как говорят в прокуратуре, около получаса. Полугодовалый мальчик оставался с отцом. Ребёнок захныкал. Папа знает о том, что ребёнок любит купаться, любит воду. Взял его с собой в ванну. Он залез в ванну, взял ребёнка и в ванной он отключился, уснул. И ребёнок погиб. Вернувшись домой, мать увидела страшную картину спящего в ванной мужа и малыша под водой. Женщина вызвала скорую, а те уже милицию. Медики диагностировали смерть младенца, а отец погибшего мальчика, как выяснилось, был пьян. По словам отца, он выпил 250 грамм водки, выпил бутылку пива. При этом он ещё, опять же, с его слов простыл и принял ещё препараты от простуды. Ну, как мы знаем, что препараты от простуды зачастую все вызывают сонливость. В прокуратуре говорят, семья благополучная. Отец работает водителем маршрутки, мать в декретном отпуске занимается детьми. Соседи и о матери, и об отце, и в целом об отношениях в этой семье отзываются только положительно. Как могла произойти такая трагедия, разводят руками. Женщина ходила с колясочкой, катала ребёночка, в садик возила ту девочку старшую. И он приходил, муж, с пакетами, с покупками. Я не могу ничего плохого сказать. Не могу. В прокуратуре сообщили, назначены все необходимые экспертизы. Досудебное расследование ведётся по статье «Злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребёнком, повлекшие тяжкие последствия». За такое преступление Уголовным кодексом предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы. Галина Шподарева, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости. ДТП со смертельным исходом. Причём авария произошла при непредсказуемых обстоятельствах. На Мерифянском шоссе из-за достаточно плотного трафика просто невозможно было развить большую скорость. Из-за этого не справиться с управлением. Став неуправляемой, машина перевернулась на крышу, и этот переворот оказался роковым для водителя. Он погиб на месте. Почему водитель, который ехал ближе к встречной полосе, так резко взял вправо, ни жена, которая находилась с ним в машине и после давала пояснения правоохранителям, ни сами госавтоинспекторы сказать не могут. Однако в результате такого манёвра, объясняет Владислав Мокин, машина врезалась в бордюрный камень, что привело к трагедии. По Мерифянскому шоссе двигался автомобиль 21-13 от улицы Шаумяна в сторону проспекта Гагарина. В районе дома номер 20 водитель резко с неизвестных причин изменил направление движения. Жена погибшего отделалась лёгкими травмами. При крушении из ваза стал выливаться бензин. Потому к месту аварии приехал ещё и пожарный расчёт, готовый в случае необходимости гасить возгорание. Однако помощь спасателей не понадобилась. Металя Лапскир, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Нефартовый вторник или как в Харькове сотрудники ГАИ с ног сбились, оформляя ДТП. В полдень на Белгородском шоссе произошло столкновение трёх иномарок – Рено, Шевролет и Митсубиши. Водители Рено и два его пассажира пострадали. Одного из них увезли в больницу скорой неотложной помощи. Однако состояние его не тяжёлое. По предварительным данным, все автомобили двигались в одном направлении. Как получилось, что они столкнулись, выясняют сотрудники ГАИ. Около двух часов дня на оживлённом перекрёстке улицы Жильярди с улицы Шевченко произошло столкновение 4 плюс 1. Грузовой автомобиль ГАЗ-66 спускался с горы по Жильярди. Во время движения, утверждает шофёр, у машины отказали тормоза. На своём пути он сначала задел Тойоту, далее снёс светофор, дорожный знак и остановился практически внутри автомобиля Шевроле Авео. Водители ещё двух иномарок по неболе стали участниками масштабной аварии. Обошлось без жертв. Водитель ГАЗа молодой парень утверждает, что перед тем, как выехать, машина была исправна. Ты спускался с горы, отказали тормоза. И въехал. А скажите, пожалуйста, вы в каком-то лесхозе работаете? Откуда ехали? С лесу. А когда почувствовали, что тормоза отказали? На среде горы. Я на скорости ехал, нажал на тормоза, педаль упала, жидкость вытекла под машиной. Юрий, водитель Шевроле Авео, чья машина пострадала больше всех, до сих пор не может прийти в себя от пережитого. Описывая подробности аварии, признаётся, что всё произошло за секунды. Рад, что жив остался, ведь оказался заложником ситуации, когда ничего исправить уже было нельзя. Несётся КАМАЗ, и всё, попытался назад сдавать, но сзади машина, всё, наехал, я бы молил Бога, чтобы только меня не переехало. Ещё один участник аварии Олег добавляет, водитель газа мог вылететь в Кювет, и тогда последствия могли быть непоправимыми. Судья, по его лицу, не понял вообще, куда он, наверное, едет. Это состояние было такое, что он просто был уже в шоке. Я видел его лицо, потому что он вот так вот, он не знает, куда он едет, потому что машина просто неуправляемая. Она так вот неслась, вот цепляет эти машины и пошёл сюда, видите. Могло бы, мог уйти туда, но может там было, может быть, пострашнее, а может быть, наоборот. Либо такая фортовая машина, можно сказать, или водитель фортовый. Но общий день не фортовый, потому что сегодня уже видно три аварии. Из-за масштабного столкновения на перекрёстке образовалась пробка. Сотрудники ГАИ регулировали движение в ручном режиме. Все обстоятельства ДТП на Жилярде до сих пор выясняются. Наталья Белокудрия, Андрей Радич, агентство телевидения новости. Дети, которых принято называть неблагополучными, и футболисты-металлисты. Сегодня те и другие оказались на территории пейнтбольного парка. Это была социальная акция, в рамках которой игроки-металлиста Андрей Березовчук и Игорь Шуховцев пообщались с подростками и рассказали им о плюсах здорового спортивного образа жизни. Мы сами были дети, и когда-то бегали, смотрели на футболиста. Может быть, даст им какой-то толчок в жизни, в плане того, что надо быть нормальными людьми, стремиться к чему-то и так далее. Если мы внесли какую-то частичку, будем стараться вносить это, дай Бог им только здоровья и удачи по жизни. Для самих же детей встреча с Шуховцевым и Березовчуком стала тем, чему принято давать эпитет незабываемые впечатления. До сих пор так близко эти ребята еще никогда не видели своих кумиров. Только по телевизору не удалось прорваться на стадион, вообще никуда не удавалось. Только вот иногда бывало, видел на поле, когда играли, когда выпускали. Ну, отобщение очень хорошее, и все супер. А еще ребятам удалось воучу убедиться, что Шуховцев и Березовчук умеют не только хорошо играть в футбол, но и владеть пейнтбольным оружием. При этом у футболистов вероятность получить травму на пейнтбольном поле сводилась к минимуму, поскольку в данной разновидности пейнтбола, лазертаге, стрельба идет лазерным оружием. Попасть необходимо по ободу, закрепленному на голове у противника. Пейнтбольное противостояние вызвало у футболистов-металлиста неподдельный азарт. По-моему, он бегал больше, чем на поле сегодня, за аптечкой. Подожди, не, ну зачем обманывать? Мы выиграли. Андрей, зачем ты обманываешь, Андрей? И стоит еще отметить, что для самих футболистов сегодняшнее мероприятие стало великолепной разрядкой перед очень серьезным и важным событием. Впереди у металлиста матч премьер-лиги против киевского «Динамо». Виталий Лапскир, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».